привет привет всем привет я к вам вернулась с новым я надеюсь мотивирующим видео на тему которую мне на вопрос скажем так ответ который мне сдала моя любимая приятельница илана оставлю ее инстаграм внизу поверьте мне есть посмотреть на что она у меня instagram на тему моды украшений и она просто фееричны в общем отвечаю ланочка на твой вопрос на тему не боюсь ли я старости откуда возникают такие вопросы в общем и откуда возникает вопросы понятно откуда возникают от стереотипов нашего общества который нам сидит вот здесь наши меньше стран бывшего советского союза намного больше у нас даже при приеме на работу тебя не имеет права на данный момент уже спросить сколько тебе лет раньше спрашивали было очень большое количество исков и вышел закон что тебя даже не имеет права спросить сколько тебе лет и количество скажем так твоего опыта в годах когда ты пишешь или когда ты получил диплом или что то это не говорит совершенно о том сколько тебе лет потому что кто-то мог получить диплом в 20 лет кто-то в 40 тут знаете у нас люди выходят ноги из армии и ну то есть люди которые работали в армии они выходят из армии получают еще второе образование и по этой же профессии успевать делать карьеру поэтому у нас как бы меньше вопроса существует и к людям 40 45 лет до сих пор обращаются парень и девушка не говорят вот тетенька пошла до когда рассказывают говорят парень был девушка была вот реально до 40 с лишним хорошо лет почти к 50 говорят парень девушка поэтому у нас как бы этот вопрос совершенно не существует и детей рожают после 30 ни у кого не возникает вопрос что там и как и это вообще разновидность нормы в израиле как бы да только после 35 уже появляется вопрос надо ли делать дополнительные проверки до 35 это что в 25 что в 35 понимаете вот а после уже да и и так люди рожают по трое детей большинство один ребенок как у меня это нонсенс я не человек который готов пятеро детей на большинство израильтян трое детей это средняя норма двое мало один нонсенс трое детей это норма конечно ты не можно рожать этих детей к 20 годам потому что люди делают карьеру работают и потом уже вот только к 30 жениться там рожают детей так вот тема опять же из моего круга общения то что я знаю за всех не говорю у меня наблюдается такая картина может быть где-то женятся в арабских или супер религиозных и в 17 и 15 лет не знаю не живу там живу в тель-авиве рассказывал о том что я знаю так вот поэтому у нас этот вопрос не очень но все равно и так общество нам навязывает определенные рамки когда можно когда нельзя и возникает такой вопрос как вот эти рубежи 20 30 40 50 70 когда же закончится жизнь а я вам скажу со смертью когда откинем тапки тогда закончится жизнь моя цель в жизни каждый день прожить как я хочу и как можно больше прожить в этой жизни как можно больше эмоций интересных для меня испытать не просто давайте побежим травы курнем бухнем прыгнем там я не знаю с парашютом еще что то сделаем нет я живу тем что я люблю я не собираюсь себе отказывать в том что я люблю потому что я дошла до кого-то возраста люди я знаю которые ходят ночные клубы они ходят туда и в 20 и в 30 и так и сколько хотят столько и ходит кому царит это удовольствие почему я должна отказывать себе вещах которые я любила всю жизнь потому что мне там я не знаю сколько 50 или сколько-то лет я это не могу понять если я любила одеваться в 20 почему я должна перестать это любить в 40 для меня это должно стать не актуальными я вдруг осознаю что есть более важные вещи вы знаете есть более важные вещи в жизни чем еда сходить пописать сходить не за воздухом дышать но тем не менее я ем писаю дышу понимаете я это не отменяю для меня наслаждение жизнью одеждой косметикой музыкой кино для меня это абсолютно неважные вещи моей жизни но они там на сто процентов присутствуют и они всегда будут потому что я сказала по сравнению с мировой катастрофой все остальное не важно со здоровьем и жизнью людей близких это это все не важно но мы все это делаем и как только мы на это забиваем останавливается наша жизнь вот эти неважные вещи они и делают нас счастливыми людьми ведь можно знаете быть здоровым иметь здоровую семью здоровых детей не иметь никаких проблем не финансовых никаких ничего забить на себя и ты будешь уже живой труп не заниматься больше ничем кроме беспокойства вот а всеобщем здоровье и блага и ты будешь живой труп никому не интересны как сказал наш покойный бывший президент что нет ничего хуже чем скучающий человек без дела и я добавлю еще без любимого дела тоже вот нет ничего хуже чем человек без любимого дела забивший на себя это живой труп откуда брать время все мы занятые люди поверьте меня тоже занятой человек я не сижу вот так с одним пальцем в носу не ковыряю я нахожу время на ребенка и на мужа и на семью и на работу и на все остальное что меня окружает почему то что я не ленивая мне лень 1 2 3 5 но глобально от мне лень там я не знаю 20 раз в день пол протирать как многие делом нет лень я считаю что это глупо я за это время сделаю что-то другое и если мне нечего делать я придумал что-то интересное чтобы сделать чтобы наполнить свой день чем-то поэтому моя цель в этой жизни продлить это состояние своей счастливой занятой жизни пока я могу это делать есть люди я знаю и спортсменов которые без ног кто не знает паскаль у нас есть такая спортсменка есть незнакома лично ее дети приходят ее дети приходят к нам на кайтану на в наш летний лагерь то есть ее дети вы понимаете она без ног она репатриантка из франции она без ног она там лишилась ног перед тем как она должна была репатриироваться и она спортсменка у нее олимпийские медали она у нее дети она родила детей не имея ног и ты понимаешь что бояться какой-то там старости или чего-то когда человек оказался в молодости и без ног и дошел туда куда ты на своих ногах и с руками не можешь дойти потому что потому что те лень было свое время свою жопень растрясти поэтому сидеть и думать что вот мне сейчас 30 35 а потом 40 ей тоже за 40 но она без ног и она достигла и родила детей и сделал я смотрю на женщин которым уже 70 они хорошо выглядят они следят за собой им интересно вся эта жизнь они пользуются интернетом телефонами инстаграмом и они живут мы умираем тогда когда мы себе говорим что мы мертвы я не собираюсь умирать не 20 не 30 не 70 я собираюсь прожить долгую жизнь и активно ее прожить если кому-то это мешает и кто-то считает что какое-то время надо перестать снимать видео или это уже не по возрасту не по возрасту говорить что кому-то что-то не по возрасту нам может что-то нравится или не нравится можем принимать красные волосы у кого-то им или не принимать но мы не имеем права засирать другому пространство его счастье понимаете поэтому меня нет видео мои модные как они это стильные нет или там чтобы я никогда не зачем другим срать на голову засирать их счастье зачем потому что для кого-то может быть я буду разновидностью какого-то правильного мнения им скажут вот и зачем я так делаю будет с собой бороться чтобы не делать эти красные волосы или носить что-то, но то, что мне не доставляет удовольствия, не значит, что оно не может доставлять удовольствия другому. Поэтому, как бы, зачем мешать другому комфортно и красиво жить? Ведь мы все разные. Кому-то одно, кому-то другое. Поэтому для меня переход из одного возраста в другой, это, знаете, такой, как бы, естественный процесс нашей жизни. Это всё равно, что не принимать беременность, да, этот процесс и говорить, какой кошмар, я этого делать не буду, потому что кто-то посмотрит и скажет, некрасивно, но это обычный процесс, жизненный. Через это, блин, прошли все. 20, 30, 40, 70, 90 лет кто-то ещё и раньше умер. Через это прошли все и проходят все. Понимаете, в чём дело? Это не то, что случается, даже если это то, что случается с вами только с одним, как с человеком, когда кто-то облысел, кто-то заболел. И что? С другим случается что-то другое. Бывает, что только в жизни не бывает, и только когда мы позволяем себе сказать, вот я такой вот уродец, мне больше ничего не позволено, вот тут и начинает быть непозволено. Тут-то и заканчивается наша жизнь. Поэтому для меня обычное явление, что ты рождаешься. Мы созданы, изначально родились для того, чтобы меняться. Мы не находимся в каком-то статичном состоянии всю нашу жизнь. Мы начнём с того, что наша мама беременеет, и мы из нуля превращаемся в младенца, и нас рожают. Мы рождаемся, начинаем расти, меняться, учиться, толстеть, худеть дальше, потом опять расти, опять толстеть, худеть, отрастают волосы, выпадают, что-то происходит, болеем, здоровеем, заживает, опять что-то разбиваемся, опять заживает, взрослеем, стареем. Это обычный ход жизни. И почему я должна бояться этого обычного хода жизни? Как многие женщины говорят, я боялась беременеть, потому что вот у меня грудь отвиснет, жопа растолстеет. Знаете, я не боялась. Растяжки появятся. Я не боялась. Почему я не боялась? Я вам объясню, потому что я знаю, что всё находится под моим контролем. И не надо вот рассказывать эту историю, там, гормональные нарушения, меня сильно разнесло. Есть здесь женщина, у них много наших прекрасных женщин, которые прошли через тяжелейшие ситуации в плане гормонального веса и всего остального. Здесь я знакома с двумя. Одна из Франции, одна из России, которые, я вам оставлю ссылки, да, на их каналы про похудение мамы и дочки. Я вам что-то раз уже рассказывала. Зайдите, посмотрите. Есть ещё одна замечательная женщина, Лилия Франс, она из Франции. У неё нет щитовидной железы, она сбросила вес, она родила детей. Как бы, насколько я помню, щитовидку её удалили после последних родов. Я вот смотрела её видео. И после этого, несмотря на всё, и после родов, и после удаления щитовидки, на гормонах искусственных она сбросила вес и выглядит потрясающе. Поэтому не надо рассказать. Если мы, блин, хотим, ребята, если мы хотим, и мы делаем так, как надо, мы можем это сделать. Если мы не можем это сделать, значит, слабо хотим. Жарём булки, отращиваем жопу, и этого надо бояться. Не того, что с вами случится, а то, что вам будет лень держать себя в руках. Я не боялась беременеть, потому что я знала, что, во-первых, я не расстался с тебе сильно, потому что я себе это не позволю. Я доверяю своей силе воли, я знаю, что я себя буду держать так, как надо. Тренируйте силу воли. И потом я знала, что я займусь опять своим спортом, я сброшу всю лишнюю, там, что надо, куда-то тянется, подтянется. Я займусь собой, я вернусь в нормальные рамки. Вопрос, лень вам или не лень? Вот это главный камень преткновения, потому что многие думают, что они будут лежать на диване, жрать булки, у них жопа останется худая, так же, как было в 20. А нет, у вас не будет ничего, как в 20, а в 20 у вас уже не будет, как было в 15, в 10, и как у вас было при зачатии, уже это не будет. Но мы, это нам подвластно держать себя в форме, мы можем держать свою задницу в своих руках, заниматься спортом, и не надо рассказывать истории про гормональные нарушения. Они у вас будут, если вы не захотите их лечить, если вы не пойдете к врачу, не будете этим заниматься, если вы будете себе делать вид, я полежу, и у меня все пройдет, и у меня такого быть не может. Тогда вам будет таки хреново. Учитесь воспринимать свои реально, открывать глаза на свои проблемы со здоровьем, с весом, еще не важно с чем, как только мы поняли, что у нас есть проблема, мы начинаем над ней работать. Это не разочарование ваше в себе, что ой, я поняла, что вот у меня там какие-то гормональные нарушения, я чем-то заболел, или у меня лишний вес, как же так, я стала толстухой, я не могу это себе осознать. Вот знаете, чем больше вы не осознаете эту проблему, тем как бы вам должно быть более стыдно перед собой, как только вы осознали, что вы заболели, или вы растолстели и начали над этим работать, все, вы должны себя уважать, что вы сделали самый главный шаг к решению проблемы, это увидели, посмотрели на себя со стороны и увидели эту проблему только таким образом. Также проблемы какие-то с тем, что мы иногда бываем слишком, я не знаю, с характером, когда мы недовольны собой, и надо просто на себя со стороны посмотреть, не обязательно себя депрессировать и свой характер загонять в рамки, а можно посмотреть и подкорректировать его, но ни в коем случае не изменять и не депрессировать себя, мы должны все-таки сохранять свою индивидуальность, свою вот эту яркость и красоту. Поэтому для меня вопросы взросления, старения и так далее, это все обычный ход жизни, и я не вижу причины гнобить кого-то за его обычный ход жизни, за то, что ему не 20, а 40, не 40, а 70. Зачем? Зачем? Вот это я не могу понять. Человек, который позволяет себе гнобить другого за его возраст, это человек, который просто сам через 10 лет окажется в этом же возрасте, это человек, который не уважает ни свою маму, ни свою бабушку, никого, это примитивный человек, который считает, что он будет всю жизнь молодым и всю жизнь таким вот красивым, и в 30 он будет выглядеть на 50, потому что он сам себя изначально в свои 20 заразил вот этим вот раком, просто раковую опухоль вот эту поселил в себе, знаете, как легкий курильщик, вот эту черную раковую опухоль, которая начинает его разъедать и в 30 он уже себя чувствует никчемным дерьмом, потому что в 20 он это пропагандировал. И вдруг оказалось, что он-то не forever young, оказывается, он тоже оказался 35-летним, и по его всей вот этой вот теории жизненной пора отползать в сторону могилы. Какое удивление, какая странность, но не у каждого человека в 20 лет есть достаточно разума, чтобы понять, что он не всегда будет молодым, и что надо смотреть и на 15, на 20, и на 50 лет вперед и убирать те вещи, которые вам не нравятся, возможно, у своих мам, бабушек, у других людей в возрасте, которые отягощают их образы, делают их, кстати, такими, то, что называется, пожилой человек. Мне кажется, пожилой человек это человек, который позволяет себя отяготиться, не, знаете, вот, как правильно сказать, не использовать свой опыт для того, чтобы стать более интересным, мудрость, чтобы стать более интересным, а отягощает себя вот этим, ааа, жизнь тяжелая, вот это все, ой, да я столько прожила, да чтоб вам не знать, вот кто отягощает себя вот этим нытьем, тот и становится уже старым, пожилым человеком, а человек, который начинает свою мудрость использовать для того, чтобы быть более полезным, более интересным, более, как это, более живым человеком, который имеет багаж, знаний за спиной, вот этот человек всегда будет молодым. А человек отягощенный, вот тут вот, да, понимаете, разница. Либо это на тебя давит и тебя уничтожает, либо тебе это позволяет быть более интересным, более продуктивным для других людей и притягивает к тебе очень много людей. Поэтому только наш выбор, куда мы идем, пользуемся мы нашим, нашим, нашей мудростью и знаниями для того, чтобы стать с новыми и говорить, о, да ты кто вообще? Да и я, да ты знаешь, как мне многие говорят, да я тебе у мамы горжусь, ты вообще со мной спорить не можешь. Да хоть у бабушки, я считаю, что есть люди адекватные, то есть полноценные, не там, которые умственно отсталые там или кто-то, да, в беспамятстве каком-то, а есть вот есть одна группа людей, а есть группа людей адекватных, обычных, нормальных, здоровых, психически людей и совершеннолетних, опять же. Я не буду с ребенком спорить, да, и если в эту группу людей попадает человек 25 и 70 лет, я буду с ним спорить одинаково. Почему? Потому что мы все равны хамить плохо и 25-летнему и 70-летнему. Вот кому это непонятно, я считаю, что одинаково плохо и тому, и тому. Я считаю, что одинаково стыдно и 25-летнему, и 75-летнему указывать человеку на что-либо, на его какие-то недостатки. То, что кому-то 75 лет, не значит, можно сказать, да ты вообще молчи, кто тебя спрашивает, ты должна меня там то и все, и пятое, и десятое, и вообще там. Это, если человек 75 лет до сих пор не понял, что надо других уважать, но это еще даже хуже, потому что молодой человек, да, может еще как-то по дурости и молодости своей нести всякую ерунду на человека. Он с опытом, значит, он был дураком в 25 и так дожил и до старше. Поэтому естественный ход жизни, и чем скорее мы поймем, что цель нашей жизни это качественнее прожить каждый день, который нам подарен, дожить как можно до большего возраста, и только в тот момент, когда мы сами говорим, все, я постарела, мне нельзя одно, второе, третье, в этот момент можно реально заказывать себе место на кладбище и откидываться туда. И вот эти все дурацкие попытки, как выглядеть младше, как молодиться, это выглядит все просто, знаете, смешно. Вот смешно, вот не носите тот цвет, будете выглядеть младше, не делайте это, будете выглядеть младше. Это смешно, не надо выпрыгивать из трусов, чтобы выглядеть младше. Будьте просто живым человеком, будете выглядеть. Никто даже не спросит, сколько вам лет. Вот никто реально не спросит, сколько вам лет. Любите себя, любите эту жизнь. И только так мы будем человеком без возраста. Не надо быть младше. Надо быть непонятно вообще, какого возраста. Вот это, мне кажется, главное. Хватит использовать вот эти стигмы. Рост, вес, возраст, пол, сексуальная ориентация, я не знаю, там еще что-то. Белый, черный, зеленый. Какая разница, интересный человек или неинтересный. Это то, что нам важно. Тяжелый человек в общении и нудный, и высокомерный, или легкий и интересный. Это то, что, мне кажется, является сутью нашей жизни. И если мы все ринемся именно в этом направлении, поверьте мне, мы разрушим этот дурацкий какой-то стереотип, что модно и красиво одеваться, заботиться о себе надо молодым, что люди, которые за 70, нельзя с ними спорить, надо во всем соглашаться. И не приведи вселенная, что ты начнешь спорить вообще неуважение, это хамка. Перемешаем это все и будем жить так, как нам хочется, будем стремиться прожить дольше, интересней, продуктивней и приятней для других людей, для себя. Не забывайте, что каждый день жизни, который нам подарен, кому-то другому может быть и не подарен. Я про это рассказывала, что я как-то пришла на кладбище. У меня это создание пришло очень четко, много лет назад на кладбище, когда я была. Когда увидела могилы с разницей, знаете, одна дата рождения, а разница в смерти в 30 лет. Кто-то умер в 90, а кто-то в 60. И я поняла, что человек, который умер в 90, он получил целый отрезок жизни. 30 лет, который не получил вот этот человек, и они родились в один день. Тут я осознала, что не каждому дано, ведь здесь рядом лежат люди моего возраста. Понимаете, моего года рождения, вот они лежат некоторые здесь. А мне дано сейчас стоять и это видеть, и осознавать то, что я могу впадать в какое-то уныние. Хотели бы те люди впасть в уныние из-за возраста, мои ровесники, которые лежат на кладбище, им не позволено. Они всегда остались, как говорится, forever young. Хочешь, как умереть молодым, как говорится, умри в 25 лет. Я считаю, что это не самый лучший вариант. И давайте дадим жизни течь своим руслом и наслаждаться тем, что она дает нам возможность и течет своим руслом, приведет нас к старости. Мы увидим своих детей, внуков, правнуков и так далее. Если наши дети, опять же, по своему жизненному руслу нам это дадут. А если не дадут, то это их право. Главное, чтобы они были здоровы и счастливы, нашли себя в этой жизни. Все. Всем большое спасибо за просмотр. Если у вас есть какие-то темы для обсуждения, вопросы, запросы и так далее, пишите мне на электронную почту ksenia.tv.com с пометкой вопрос или запрос. Всем спасибо еще раз и пока-пока. Продолжение следует...